Добрый день, милые дамы, уважаемые господа! С вами Светлана Амельянца, автор проекта «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоение вязальной машины с нуля. В этом видео я хочу вас познакомить со статистикой. Статистика – это вообще самое любимое мое занятие. Недавно мне пришла в голову мысль, что наша аудитория кардинально изменилась. И я решила эту догадку проверить и пошла в статистику нашего вязального канала. Канал наш родился в 2013 году. Я специально взяла выборку 7 лет назад, с 23 ноября по 22 декабря. И как вы видите, женщины составляют 64%, мужчины – 36%. Аудитория по годам распределяется так, что 13-17 вообще нет, 18-24, немножко 16 и так далее. Старше 65 нет, 54-64 совсем немножко, 5,1%. А теперь посмотрим, что происходит сейчас, в конце 2020 года. Выбираю декабрь 2020 года. И мы видим, что женщины у нас составляют 92%. Аудитория 45-54, 27%, 55-64, 33%. И аудитория старше 65 лет начала смотреть YouTube. Мы видим, что кардинально изменилась аудитория. Нельзя сказать, что они выросли, потому что за 7 лет перейти из разряда 45-54 в разряд 55-65 в таком количестве, чтобы их стало 33%, невозможно. Изменился менталитет, изменились интересы тех, кто, возможно, сидел дома. То есть, я подозреваю так, что было очень много тех, кто сидел дома, молодые, они смотрели YouTube-канал. Сейчас они все рванули работать. А пенсионеры освоили интернет, освоили YouTube, сотовые телефоны, и теперь они торчат в интернете. Поэтому, если вы думаете, почему у вас не покупают из YouTube-канала молодые мамочки, то, скорее всего, ровно потому, что молодые мамочки ушли в какие-то другие соцсети, в Instagram, в TikTok, еще куда-то. А здесь у нас присутствуют люди старшего и очень пожилого возраста. Для меня это стало открытием. Точнее, я свою вот эту статистику уже видела, но я не обращала внимания на то, какая она была в 2013 году. И вот сегодня для меня это стало действительно открытием. И я поняла, почему же перестали запрашивать детскую одежду, почему же интересы аудитории кардинально изменились, и стало больше комментариев о том, как надо вязать, как не надо вязать, что мы делаем правильно, что мы делаем неправильно. Потому что аудитория 25-35 лет, у нее нет такого опыта вязания, который бы давал возможность давать кому-то рекомендации. Дамы, которые возрастом уже 45-65 лет, они этот опыт имеют, и они считают, кто знает, как правильно делать, это они. Поэтому, если вы хотите получать какую-то отдачу от своих соцсетей, посмотрите, кто же ваша аудитория. Потому что может получиться так, что вы думаете, что ваша аудитория одна, а на самом деле она другая. Благодаря соцсетям мы можем зайти в статистику и посмотреть, кто же эти люди, и зная их менталитет и их интересы, сориентироваться и перестроиться под то, что они хотят. Надеюсь, это видео было вам полезным. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал, если вы хотите быть в курсе всех обновлений нашего вязального канала.